Круглый стол по межконфессиональному взаимодействию прошел в Люберцах. В стенах картинной галереи участники встречи говорили о религиозном взаимодействии в округе и наметили планы работы на 2020 год. Рад, что на площадке общественной палаты мы собрались с теми людьми, которые отвечают за духовные скрепы. Это очень важно. Важность взаимодействия конфессий на территории страны и в частности Люберец обсудили участники Круглого стола. В таком составе представители вероисповеданий округа встретились впервые. Они поделились опытом межнациональной работы и духовно-нравственного воспитания на территории муниципалитета. Нас объединяют многие ценности, как государственные, так и народные. Нас с вами объединяет одна территория, одни и те же люди, проблемы, новости, события. Человек, как ребенок, не может быть без веры, без правил, без рамок. Свобода без границ опасна не меньше, чем тотальный контроль. Главное направление работы Круглого стола – знакомство всех участников и поиск решений для создания в Люберецком округе. Благоприятные обстановки и взаимодействие всех конфессий. Сама идея создания такого совета, который будет работать на этой земле, это очень будет благотворно влиять на наше со всех сторон, на духовное, на материальное, вообще полностью созидание. Хочется, чтобы у нас был мир, чтобы мы друг друга понимали и, конечно же, помогали, исплачивались в любой момент, когда это нам необходимо сделать. Поэтому я благодарна нашим организаторам. Также участники Круглого стола обсудили мероприятия, приуроченные к юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне и совместные социальные проекты, реализуемые на территории городского округа Люберцы. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!